А отсюда он вырываться начал, я пытался придержать и уговаривать. И ноги из тех ремней, из нижних, он вырвал и начал пинать по аппаратуре. Почти двое суток на боевом посту врач скорой помощи Виталий Сафонов 30 лет помогает людям. Но настолько тяжелый случай в его практике впервые. Вечером 25 января рядовой вызов. Сообщили человеку плохо, он без сознания. Пациентом оказался молодой парень. О том, что молодой человек в наркотическом опьянении, рассказали его друзья. Человека в коматозном состоянии прямо в машине скорой начали реанимировать. Пациент пришел в сознание, но вместо того, чтобы поблагодарить, начал все крушить. Стал агрессивным, ругаться нецензурной бранью, размахивать руками и ногами, разбивать аппаратуру. В процессе, так сказать, борьбы ударил преднамеренно сельшера коленом в голову. Пострадавшего фельдшера госпитализировали, провели обследование. Диагноз – сотрясение мозга. После дебоша в машине скорой помощи, воскресший пациент сел за руль своего автомобиля и скрылся. Успокоить разбушевавшегося наркомана не могли даже его друзья. А ведь если бы медбригада приехала на место несколькими минутами позже, пациент скорее бы всего умер. Наш долг вывести из этого состояния, если больной в тяжелом состоянии находится, обида. В основном обида, что вот так они неблагодарны. Фактически вытаскиваем их с того света, они неблагодарны. Нападения, угрозы и агрессию бригады скорой помощи на своем пути встречают достаточно часто. Этот вопрос сегодня активно обсуждается на федеральном уровне. И есть большая надежда, что скоро нападение на врачей будет строго наказываться. Сейчас профессор Рошаль ведет большую работу на уровне правительства по той проблеме, чтобы признать нападение на представителей скорой помощи равным нападению на правоохранительные органы. Я горячо поддерживаю эту позицию. После нападения медики сразу написали заявление в полицию. Задержать мужчину удалось уже на следующий день. По горячим следам сотрудники полиции установили личность подозреваемого мужчины и задержали его на одной из улиц города Сочи. Им оказался 27-летний местный житель. По предварительным данным, он мог на момент совершения преступления находиться в наркотическом опьянении. Кстати, дебошир, работавший в службе такси, уже был ранее судим. Полицейским свое поведение он объяснил тем, что плохо стало на нервной почве, и никаких наркотиков он не употреблял. Даже готов пройти медицинскую экспертизу. А весь сыр-бор произошел из-за якобы холода в машине скорой помощи. Попросил их, отпустите, пожалуйста. Мне очень холодно. До того холода, что аж дрожал уже невозману. И руки не чувствовал, ничего не чувствовал, ни ног. Никто не хотел меня отпускать. Попросил, говорю, включите печку. Прошу извинить меня, врачей. Очень сожалею, что так получилось. Пока полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, бригада скорой помощи снова готовится спасать жизни людям, которых медики, несмотря ни на что, не делят на плохих и хороших. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.